всем здоровьи за уважаемые хотя недостаточность микроэлементов случается чаще чем недостаточность витаминов как минимум каждый четвертый взрослый страдает от дефицита витамина b12 поэтому решил рассказать вам о симптомах и причинах этого явления а также о способах борьбы с ним и так что же такое витамин b12 несмотря на рекламную болтовню будто b12 это некий магический источник энергии в нем не содержится энергии как таковой впрочем если вы более как бы поднесли анемии вызывающие постоянные ощущения слабости и усталости то резкое увеличение витамина b12 действительно будет означать для вас прилив сил это объясняется тем что витамин b12 играет ключевую роль в выработке эритроцитов разносящий по организму кислород ну а без кислорода сами понимаете так что неудивительно что насыщение крови кислородом придает нам энергию и жизненные силы и так витамин b12 поддерживает в организме целый ряд функций а именно выработка гормона надпочечников нормальное кровообращение на формирование эритроцитов нормальная работа нервной системы хорошее пищеварение усвоение железа обмен жиров и углеводов рост и формирование нервов женское репродуктивное здоровье и так дефицит витамина b12 в первую очередь грозит следующим группам населения людям старше 60 у которых понижена выработка желудочного сока а больным аутаммунным заболеваниям например глютиниевая болезнь или гранулометазный энтерит веганам и вегетарианцам не употребляющим продукты животного происхождения диабетикам симптомы если вас все время клонит в сон возможно у вас недостаток кислорода в крови если вы ощущаете они менее тоже будьте осторожны это может быть из-за витаминов и так чтобы пополнить запас этого витаминов что нам нужно покушать малепродукты сардина лосось тунестриска креветки гребешки мясом говядина свинина курятина баранина козлятина индюшатина молочные продукты до коровье молоко твердые мягкие сыры творог яйца для всех веганов пищевые дрожжи витаминизированные кокосовое молоко и темпе но лучше конечно миска на этом у меня все следите за собой помните что лучшая терапия это все-таки профилактика всего наилучшего услышимся